2022 год, как обычно, радует нас на громкие события. Вот, например, на днях мы чуть не проснулись от того, что началась Третья мировая война, связанная с тем, что спикер Палаты представителей США, третий человек в стране Нэнси Пелоси, посетила Тайвань. Китай угрожал сбить ее самолет, угрожал там начать какую-то военную операцию. Все боялись того, что начнется война, в которую вмешаются все, и вообще никто не понимал, что будет. Сядет, не сядет. Весь мир следил, полмиллиона человек следило за самолетом спикера в прямом эфире. Что вообще такое? Почему эту новость так сильно обсуждают именно в русскоязычных источниках, а в США, ну, в целом, забыли? Почему вообще возник этот вопрос, что это такое, и как здесь связаны США, Тайвань и Китай? Я расскажу в этом видео и конкретно покажу, как об этом пишут, как это все подают американские СМИ, насколько вообще эта тема здесь важная и обсуждаемая. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк. А мы начинаем. Поехали! Вкратце, что случилось. Нэнси Пелоси, третий человек в стране, глава Нижней Палаты Американского Парламента, Конгресса США, устроила себе такое турне по Юго-Восточной Азии. Она собирается посетить там Южную Корею, Вьетнам, разные другие страны. И она в Твиттере заявила, что, возможно, она посетит Тайвань. Из-за этого состоялся звонок Байдена и Си Цзиньпина о том, что ни в коем случае это нельзя делать. Мол, там американцы, не играйте с огнем. И все мировые СМИ начали следить за самолетом Нэнси Пелоси, куда она едет. Она заручилась поддержкой Пентагона, американского министерства обороны, которые сказали, что они обеспечат ей полную безопасность, и что мадам спикер вольна посещать те места, которые посчитает нужным. В общем, все думали, что начнется Третья мировая война. Самое удивительное, что почему-то именно русскоязычные СМИ, разные телеграм-каналы, начали вести там поминутную трансляцию, что происходит. Там самолет поворачивает туда, вроде снижается, вроде нет, сядет ли на Тайвань или куда-то еще. Там Китай поднял истребители, еще там все. И куча народа сидела и за этим всем следила. Полмиллиона человек на флайт-радаре смотрела в прямом эфире, куда в итоге полетит самолет Нэнси Пелоси. В итоге он сел, она вышла, помахала рукой, встретилась с делегацией и поехала в отель, где ее ждали все. То есть, по ощущениям, больше всего эту тему все обсуждали в Китае, на Тайване и в России. Потому что американские СМИ, ну они написали об этом, ну как бы написали и все. Дальше обсуждать свои там выборы, которые здесь в ноябре будут. Но почему-то России так это интересно. Я в конце скажу свою гипотезу, почему это так интересно именно русскоязычным зрителям. Потому что мне куча народа написали там, расскажи, что вообще происходит. Давайте расскажу, что вообще за дела с Китаем, Тайванем и Америкой, почему это настолько важно. Во-первых, я удивлен, вот читая комментарии там в Телеграме еще где-то, что мало кто знает, что Тайвань и Китай это по сути все Китай. Потому что официальное название Тайвань это Китайская Республика. А название Китая это Китайская Народная Республика. И каждая из этих стран считает, что другая страна принадлежит ей, то есть территория этой страны. КНР считают, что Тайвань это часть КНР, а Тайвань считает, что КНР это часть Республики Китай. Как так вышло? Дело в том, что еще в начале 20 века, когда последняя китайская династия Цинь перестала существовать, император отрекся от престола, к власти пришло национальное правительство, националистическое правительство под флагами партии Гаминьдан. Но китайцы особо не смогли свободно пожить, потому что очень скоро началась оккупация Японии. Япония там начала творить зверства. Плюс внутри самого Китая зарождалась оппозиция в виде коммунистов, которые выступали против партии Гаминьдан. Но на момент оккупации Японии Гаминьдан и коммунисты объединились, чтобы противостоять японцам. Когда японцы ушли, именно, кстати, остров Тайвань, он тогда принадлежал Японии, он был японской колонией, он был передан Китаю. Но коммунисты и Гаминьдан не смогли договориться, началась гражданская война, по результатам которой Гаминьдан покинули территорию континентального Китая и переселились на Тайвань, попутно забрав с собой флот и военно-воздушные силы. Это произошло в 49-м году, и, собственно, с того момента настоящим Китаем считался именно Тайвань. А коммунистов на тот момент никто не признавал. Друзья, если вам нравятся подобные ролики с разборами того, как те или иные мировые события освещают здесь, в Америке, то поставьте лайк под этим видео, это будет самая большая поддержка, я буду знать, что вам такие ролики нравятся. В современных реалиях, в быстро меняющемся мире, для всех нас важно иметь что-то стабильное, особенно стабильную работу с хорошим заработком. Сфера IT-технологий является самой передовой и прогрессивной. Специалисты в IT-сфере получают хороший доход, независимо от внешних обстоятельств. А главным плюсом является возможность удаленного трудоустройства. Мои друзья из ТестПро предлагают вам погрузиться в одну из наиболее простых для обучения и входа в IT-сферу профессию тестировщика программного обеспечения. Для того, чтобы обучаться этой профессии, не нужны какие-то специальные технические знания и таланты. Здесь нет ограничения по возрасту, привязки к местоположению. Тестировщиком может стать каждый. 13 августа они будут проводить первый бесплатный урок от действующего QA-инженера и основателя школы Дениса Платонова. Основной курс обучения включает в себя 9 недель практики и теории и будет проходить на русском языке. Этот курс будет идеален для тех, кто после бесплатного урока уже понял, что он хочет полностью погрузиться в тестирование, развиваться в этом направлении и получить новую работу, в том числе и удаленно. В рамках курса студенты работают над реальными проектами. Основной целью курса является получение новой работы. Это значит, что вам не только покажут, как работать, но и научат, как подготовить резюме и пройти собеседование. Помимо этого, ребята могут устроить вас удаленно на один из своих проектов. Тестпро – это школа, которая находится в США и имеет все необходимые лицензии. Обучение проходит онлайн, а их ученики работают в крупнейших IT-компаниях мира. Полное обучение можно оплатить в рассрочку или в кредит, а также есть возможность получения стипендий для покрытия оплаты на обучение. Присоединяйся к бесплатному уроку от школы Тестпро уже 13 августа. Сделай правильную инвестицию. Инвестицию в себя и свои знания. В целом, надо сказать, что на тот момент, в начале 50-х годов, всему миру и Америке конкретно было пофигу, что на КНР, что на Тайвань. Потому что в КНР у власти были коммунисты, которых и так никто не любил на тот момент, что уже фактически начиналась холодная война. А на Тайване там у власти был, по сути, военный диктатор с очень жестким таким авторитарным правлением, где была ограничена свобода слова, где были репрессии, где был террор властей в отношении инакомыслящих. И как бы ни те, ни те они никого не привлекали. Ну, именно в таком развитом западном мире. Но затем случилась вьетнамская война, в которой участвовала Америка. И Китай активно помогал вьетнамским коммунистам, вьетконговцам. И здесь Америка решила прибегнуть к принципу баланса сил в международных отношениях. Что нужно дружить с врагом твоего врага. И они поняли тогда в 50-х, что нужно ставить палки в колеса коммунистам. И начали активно поддерживать Тайвань. Несмотря на то, что там была военная диктатура, все равно они начали инвестировать туда деньги. И Гарри Трумэн, тогдашний президент США, он сказал, что если вдруг Китайская Народная Республика, коммунисты решат напасть на Тайвань и его присоединить, то могут быть уверены, что Америка готова защищать Тайвань вплоть до ядерного удара. На фоне во всех этих сообщений, Тайвань, тогда он был очень такой, знаете, милитаристской страной. Они строили планы о том, чтобы завоевать Китай, вернуть и изгнать оттуда коммунистов. Потому что они даже карты рисовали, что Республика Тайвань это весь Китай. Но потом, когда увидели, что Америка готова инвестировать в них, они поняли, что, наверное, лучше сконцентрироваться на экономике, на своей собственной стране, а не строить планы о том, что вокруг тебя одни враги, и начали концентрироваться на развитии своих производств. И здесь Тайвань очень классный пример, когда, вы знаете, мне говорят, что, мол, а, в России никогда не будет демократии, никогда не будет свобод, люди всегда были рабами, есть рабы и будут всегда рабами. Вот нет, много стран, которые проходили очень большие изменения, здесь Тайвань прям очень крутая история. Во-первых, они сначала провели реформу земельную и на полном серьезе раздали земли крестьянам. То, что обещают обычно коммунисты в тех странах, где они приходят к власти, но никогда этого не делают. На Тайване реально раздали землю крестьянам, и там более 90% земли принадлежало обычным крестьянам. А землевладельцам им дали облигации и акции государственных компаний в обмен на эту землю. Одновременно с этим они начали развивать сначала текстильное производство, потому что на Тайване была очень дешевая рабочая сила, затем в 1975 году умирает вот этот военный диктатор тайваньский, и там начинаются внезапно политические реформы, во главе которых начинает стоять вот эта вот партия Гоминьдан, которая, собственно, и была главной партией этого диктатора. То есть даже вот такое вот бывает. И они реально начинают проводить конкурентные выборы, начинают строить демократию внезапно. В 80-е годы экономика Тайваня начинает развиваться бурными темпами, начинается так называемое тайваньское экономическое чудо, когда на Тайване американские компании начинают открывать заводы по сборке электроники, компьютеров, вот этого вот всего. И Тайвань здесь поступает очень умно. Они сначала все это собирают для американских компаний, потом учатся это все копировать, а потом делают свое. И так вышло, что за 30 с небольшим лет Тайвань стала фактически монополистом на рынке микропроцессоров, транзисторов, вот этого всего, полупроводников. Заменитая тайваньская компания TSMC, они производят большую часть всех вообще полупроводников в мире. Их чипы стоят во всех смартфонах, планшетах. Даже если они делаются там частично на американских технологиях, но производят это все Тайвань, и там очень много именно тайваньского ноу-хау. В общем, так вот за несколько десятков лет они стали передовой демократии, потому что в 95-м году там прошли, по-моему, первые выборы президента демократического, и они до сих пор его избирают. Там появилась настоящая оппозиция. Кстати, вот этот Гаминьдан, который когда-то возглавлял все эти репрессии, он ушел сейчас в политическую оппозицию таким демократам, которые выступают за отделение от всего, за независимость Тайваня. Поэтому очень интересный пример, именно как страна. Сейчас там живет 23 миллиона человек, и, по сути, это такое очень развитое, западное, постиндустриальное общество с очень высоким уровнем жизни. Но, надо сказать, в какой-то момент Америка переобулась. Если они вначале всегда поддерживали именно Тайвань, как настоящий Китай, то с 1971 года все поменялось. Они даже заменили Тайвань в ООН и вместо в Совете Безопасности, который раньше там занимал Тайвань, в 1971 году там начал занимать Пекин, то есть Китайская Народная Республика. Потому что, опять же, принцип баланса сил в международных отношениях, я как международник вам говорю, это реально практически всегда работает. Незадолго до этого Китай поссорился с СССР, и Америка решила, ну, давайте попробуем подружиться с Китаем, чтобы быть против СССР. И у них это получилось. Они начали дипломатические отношения с Пекином, открыли там посольство. Туда Ричард Никсон приезжал в Пекин, общался с китайскими коллегами. И вот Тайвань стал в изоляции. Большая часть стран мира переобулась и перестали признавать Тайвань. Опять же, мало кто это знает, но даже сейчас, несмотря на то, что в США до сих пор существует закон о том, что они обязаны защищать Тайвань в случае военной агрессии со стороны Китая, и они до сих пор поддерживают его экономически, там общаются, у них нету никаких дипломатических органов друг с другом, и Америка официально не признала независимость Тайваня. Более того, у них есть договоренность с Китаем, что они придерживаются принципа единого Китая и вообще никак не высказываются о том, там, чей Тайвань и так далее. Но при этом с Тайванем они продолжают сотрудничать, у них военное есть сотрудничество, у них экономическое есть плотное сотрудничество, и с Китаем у них торговое сотрудничество, и америка крупнейшие экономические партнеры в мире и они друг от друга очень сильно зависимы при этом идеологически да это абсолютно разные страны так друзья вы не запутались если вы со мной поставьте лайк если вас не сильно не загрузил две последние точки которые хотел сказать которые важны в понимании того что вот сейчас вот было вот между америка и китаем это 95 год если не ошибаюсь и 2016 год девяносто пятом году прошли выборы на тайване и китай выразил очень жесткий протесты и начал там вывел военные корабли короче начал играть мускулами что мол сейчас мы тут что-то сделаем какие-то провокации сторону тайваня пуш китай все еще считает тайвань своим и хочет его обратно в свой состав уже официально легитимно при этом известном власти никакой у китая надо тайванем нет ну так вот тогда в девяносто пятом году сша решили тоже в ответ поиграть мускулами направили несколько военных кораблей несколько там истребителей несколько авианосцев вокруг тайваня чтобы сказать что мол ну китай если ты там свои корабли какие-то присылаю что будь готов мы сейчас тоже пришлем свои корабли естественно тот момент китай был но относительно слабой старой страной хоть очень быстро развивающийся и вот этот вот грозный вид американского флота которому что присоединился вам австралия япония в общем там была такая очень серьезная игра мускулами у них они дали заднюю и отказались от любых там претензий на тот момент какие у них были к тайваню но все равно продолжили считать его свои территории так вот это был в девяносто пятом году в 2016 году к власти в тайване в результате демократических выборов приходит первая женщина президент которая меняет немного стратегию и вместо того чтобы делать как предыдущие лидеры тайваня которые говорят что мы за сохранение статуса кво что мол нас никто не признает а нам и не надо чтобы нас кто-то признал мы развиваемся вы нас не трогайте китай всю жизнь хочет там что-то с нами сделать нам вообще пофигу мы просто занимаемся своей страной она начала говорить наоборот что нет тайвань независимая страна тайвань это не китай и начала публично такую вот риторику вводить и надо сказать что очень много молодежи они ее поддерживают разделяют вот это мнение что кнр вообще не имеет никакого отношения к тайваню тайвань это отдельная страна отдельная культура не надо их трогать после этого пекин начал делать всякие маневры провокационные типа пускать истребители в воздушное пространство тайване чтобы их заметили всячески намекать там проводить учения на этом вот пляже который там 130 километрах от тайваня находится но со стороны кнр чтобы намекать о том что мол ну смотрите мы тут можем что-то сейчас замутить и надо сказать что на этот раз если америка туда пошло свой флот и авиацию то это будет не будет такой эффект как в девяносто пятом году кто же 95 года китайская армия стала намного больше намного эффективнее из и китай из развивающийся но еще довольно слабый экономическом плане страны стал второй экономикой мира после собственно соединенных штатов поэтому все собственные заговорили про третью мировую войну но тут мы подходим с вами к вопросу вот нэнси пелоси спикер палаты представителей сша нижней палаты американского парламента решила посетить тайвань ну чё такого байден заявляет что она умеет право это делать что америка остается верно всем договоренностям с китаем ничего здесь нет но китай это видит как какую-то провокацию спланированную вашингтоном чтобы как-то унизить китай и подорвать шансы си дзиньпина на вот этом вот предстоящем в ноябре съезде коммунистической партии рамках которого он хочет выдвинуться на третий срок раньше так никто не делал а он несколько лет назад изменил правило что он может подаваться скорее он хочет сделать пойти на третий срок стать таким уже настоящим китайским диктатором и якобы вот такие движения стороны штатов американских политиков они подрывают его авторитет и снижают его баллы его рейтинги внутри страны но вот что здесь очень многие не понимают не понимают как в китае судя по всему как пишут здесь американские аналитики не понимают в россии которые тоже там используют всю вот эту ситуацию в качестве пропаганды это то что в америке реальное разделение властей это что джо байден например и офис президента америки они рекомендуют нэнси пелоси спикеру конгресса не лететь туда это не значит что они могут приказать потому что нэнси пелоси это абсолютно самостоятельный политик которую избрали на демократических выборов избирали не один раз она с нуля построил свою политическую карьеру и каждый раз ее переизбирают именно жители конкретного избирательного вот этого округа сан-франциско откуда она собственно избирается и она как по сути третий человек стране как глава конгресса но спикер конгресса нижней палаты она имеет право делать что хочет и отчитывается она не перед президентом не перед там пентагоном а только перед народом который за нее проголосовал потому что в америке есть три ветви власти исполнительная власть где глава собственно президент есть законодательная власть во главе с конгрессом нижней палаты который руководит нэнси пелоси и нэнси пелоси никто не может указывать не байден не там министр обороны не блинкин который открыто госсекретарь сша открыто тоже сказал что он в целом против того чтобы она летела что это не самый хороший поступок но он ей не может указать юридически никак это все закрыли закреплено в конституции а нэнси пелоси у нее не первый раз такое вот движение в сторону китая она в 90-х годах на площади тяньань мэй вышла с плакатом осуждающим коммунистическую партию китая и в целом эта функция вот но лидера американской политики так как америка эта страна с демократией она выступает за продвижение своих демократических ценностей в мире и поддержку других демократий потому что есть такая концепция в политологии что демократии друг с другом никогда не воюют что в целом мы видим на разных примерах что это действительно так демократии друг другом не воюют поэтому предстоят выборы в конгресс в ноябре нэнси пелоси как руководитель вот этого большинства демократов в конгрессе она посчитала нужным для того чтобы транслировать вот эти ценности за которые она выступает за которые ее собственно избирают каждый вот этот срок чтобы она полетела на тайвань и помогла другой демократической стране пусть которую как бы мир и не признает но она вот хочет сделать такой жест чтобы вы выразить поддержку и что америка это все еще мировой лидер который продвигает демократию и стоит за свои ценности и никто не смеет америке указывать куда лететь куда не лететь и все вот эти угрозы с истребителями еще чем-то в итоге оказались обычными угрозами так называемым последним китайским предупреждением это такая фраза вошла в обиход русский язык когда тоже китай кучу раз давал предупреждения там тому же тайване что они вот-вот нападут но они никогда не нападали там в итоге было несколько сотен этих предупреждений они всегда говорили последнее китайское предупреждение мы пускаем ракету а в итоге не пускали и вот сейчас вышло примерно то же самое сколько было сообщение что там истребитель пусть и чтобы он сбил а самолет пелоси всякие такие вещи съезд ничего не произошло и вряд ли что-то произойдет сейчас объясню почему на основе тех материалов которые пишут здесь в американских сми наиболее вероятное развитие событий это то что это потихоньку замнут до китай сказал что он начнет военные учения ну как бы бог с ним вот те же сми тайване они пишут что мол но они постоянно проводят учения и мол сами тайваньцы вообще уже не обращают на это внимание да естественно пекин будет использовать это для внутренней пропаганды что вот они начали учения они там еще что-то сделали и показали этим америкосам что с нами просто так вот нельзя для того чтобы поднять какие-то очки си дзиньпина нэнси пелоси и демократы будут это использовать что вон мы никого не послушались нам никто не указ мы продвигаем демократию все классно мы едем тут куда хотим нам никто ничего не может сделать китай заявил что не будет использовать ядерное оружие первыми то есть как бы заявили чтобы успокоить весь мир самое главное что нужно тут понять это то что китай и сша это крупнейшие торговые партнеры если еще сюда евросоюз который поддерживает америку в любом конфликте там еще больше зависимость у них друг от друга а китай в отличие от россии которая нападает на соседнюю страну вообще не думая в экономических последствиях китай все-таки очень прагматичный это могут быть коммунисты но коммунисты все-таки с капиталистическими мозгами если позволите которые все-таки мыслят деньгами торговлей производства они понимают что китай все-таки сильно интегрирован в мировую экономическую систему китаю изоляция точно не нужна а если китай начнет конфронтацию с америкой но это пиши пропало точно ничем хорошим это ни для кого ни для америки не для китая не и закончится, и для власти того же Си Цзиньпина точно это никаких хороших последствий иметь не будет. И они это все понимают, потому что Китай прагматичен. Если вот посмотреть за пределами риторики, особенно за пределами риторики российских провластных политиков, новостных телеграм-каналов, телеграма Рамзана Кадырова, который писал перед тем, как Пелоси приземлил, что, мол, ну посмотрим, кто великая держава по-настоящему, США или Китай. Но, как бы, я думаю, результат очевиден. Вот если вот за пропаганду посмотреть, то Китай очень прагматичен. Это страна, которая делает бабки, выбирает торговых партнеров, несмотря на идеологию, даже на какие-то очень жесткие идеологические расхождения. Поэтому ничего страшного в этом не будет. А почему это так сильно обсуждали в России, в российских СМИ, там мне написала куча народа из России, что, мол, что там, что там у вас? У нас здесь, во-первых, спокойно, а во-вторых, для России это очень удобный такой укор пропаганде. Они ведь даже сейчас, когда война идет в Украине, они используют, что вот, ну вон, смотрите, американцы же вон там делали, что мы не можем делать? И тут то же самое, они скажут, что вот, смотрите, американцы нарушают территориальное устройство независимой страны Китайской Народной Республики, а при этом еще говорят, что мы что-то делать там не можем, Крым не признают, еще что-то не делают, то есть только для всего. Поэтому в России это так сильно тиражируют, все это объясняют, чтобы в очередной раз использовать это как аргумент, что американцы плохие, китайцы хорошие, с нами дружит Китай, и все будет окей. А, кстати, еще про дружбу с Китаем. Тоже посмотреть на прагматичность Китая, что он все-таки здравые вещи использует в своей политике, что когда против России начали вводить санкции, в России-то все говорили, что вот, ну все, нам это Visa Mastercard не надо, к нам сейчас придет китайский UnionPay, и мы заживем. Китайский UnionPay не пришел, там всякие Huawei, Xiaomi сокращают поставки из России, потому что они все, эти компании, эти платежные системы, они сотрудничают с компаниями, которые ввели санкции, они не хотят попасть под санкции, потому что это для них огромный рынок сбыта, а Россия всего лишь там, сколько, 2%, меньше 2% от мировой экономики, и Китай торгует с Россией в сотни раз меньшими объемами, чем с Европой и Америкой, поэтому Китай выбирает Европу и Америку в качестве своих основных торговых партнеров и никак открыто не приходит, не начинает спасать российскую экономику, как бы ни хотелось этой российской пропаганде. Поэтому эта тема больше интересна на русском языке, здесь про это уже особо ничего не пишут, Так что, надеюсь, вы разобрались, я вам все объяснил, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, поделиться им с друзьями и вообще написать в комментариях, хотите ли вы, чтобы я больше писал какие-то объяснения тех или иных именно мировых событий, но с американской точки зрения, как их здесь подают, чтобы просто у вас была перспектива. Вы можете с этим не соглашаться, с этой точкой зрения, но как для общего развития, если вам интересно, я буду почаще делать такие ролики. Все, друзья, огромное спасибо, чтобы досмотрели это видео до конца, до новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!